Чтобы в этой жизни вы не делали, вы подыхаете, вы все подыхаете, подохните ты, трупы, ты, трупы, ты, все вы трупы. Хулушки, амигос, продолжается торжественное шествие по ДС-очке, все ближе и ближе к финалу. Я, кстати, не зря, даром, после убийства этого зеркального рыцаря, вернулся к предыдущему костру, а не пошел к следующему, это потому, что я все еще надеюсь выбить из этих статуи хоть чего-нибудь, но вообще в идеале, конечно же, щит. Щит в смысле не говно, по-английски, а щит в смысле, в смысле щит. Итак, что мне надо, чтобы два таких, две таких малышки носить, мне надо, ептать, 56 силы, что ли, 20 ловкости. Угу. Да, 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 а, кстати, у меня же осколок есть, да, да, да. Теперь у ровно 10 фляжек. И сколько мне там до 50 сил не хватает? А до 50, ой, епт, пф, 10 лет в качалке на стероидах, очень мне не хватает. Да, то самое чувство, когда понимаешь, что не носить тебе убер-дрыны. Сука. Замок Дранглик, центр, замок Дранглик, нижний уровень, что-то пропустил где-то. Ну, говорят, там снаружи на фасаде где-то под лестницей был костер, который там не очень-то, в общем-то, нужен. Вот в замке что-то костровку-то, конечно, понатыкали, я бы один сделал. Ха-ха-ха. Я вот не очень понимаю прикола с освобождением русалки и вообще наличием русалок на следующем уровне. Зачем она нужна? Что она может хорошего и нужного сделать? Ну, русалка и русалка, и чего? Надо её освободить, что-то там убить какую-то жабу для этого. Блин, а вес-то чуть-чуть не хватает. Так бы залп из этого арбалета сейчас, и статуя бы уже никуда не пошла. Так бы там и озябла. Главное, пропустив удар, статуя продолжает изображать статую. Она не кинулась в атаку. Странное создание. Странное создание. Мой персонаж, который, блядь, машет своей херней во все стороны. Только не в сторону врагов, естественно. Зашибить же можно. Надо махать влево, вправо. Ну, чего-нибудь-то, ёптит. Чего ничего с них не падает? У меня же есть щит на много дропа. Много луза. С них и раньше, в общем-то, ничего не падало. Но хотя бы первая вещь какая-то выпадала стабильно, чтобы показать тебе, что что-то с них вообще есть. Мне показалось, что скелет лежит, закинув руки за голову. А, да. А это что за... Что за марьево из светлячков тут клубится? В одном единственном месте. Ну да ладно, хрен с ним придется, видимо, обойтись без щита. Щит хороший, маленький. 100% блокирует физический урон. Не помню, вроде... Ну, средненько вроде магию блокирует. Но он маленький, круглый щит. А что вы хотели? Но у него прочности всего 30. Он ломается постоянно. Типа щит для ПВП. Но не знаю, сколько я не играл, у меня он в руках не ломался. Главное его достоинство, конечно, это малый вес и 100% защита. И тут вот этот вход здесь, знаете, носит характер как бы вандализма и случайности. То есть проросли корни, да, разрушили вот эту дырку. Окей, представим, что здесь стена. Зачем вообще тогда нахер нужна вот эта комната? То есть куда здесь опускаться на этом лифте? Может, здесь была дверь, наверное, тогда уж. А потом... Ну, потом получилась какая-то нора. Ну, что-то не очень похоже. Просто такие... Такое углубление под землю, блин, чтобы чего... А, ну, если здесь... Был храм... Зачем храм под землей? Тут же не Нита поклонялись, а Аммани какой-то... Кстати, что за Аммана-то? Чего она хоть... Чего она хоть за божество-то? Вот никогда не упоминали. А тут бац, тебе храм Амманы. И вон уже ходят, уже ходят демоны. Не, это херня, это... Эти ссаные рыцари, это и в половину не так... Не так... Не так плохо, как когда начнут ходить... Слушки этого... Мать его храма. Вот там те еще засранцы. Это что за... Богатырский камень. Тут такое ощущение... Он вообще тут лежит, не к голове, не к жопе. На нем должно быть написано, типа, налево пойдешь, направо пойдешь. И начались завывания, типа, русалки поют. Не очень-то поют, надо сказать. То есть надо как-то умудриться сбить и самому не улететь туда. Не нравится твоя скорость атаки, чувак. Пропустил удар, просто и моментально начал отвечать. И главное, что вот то, что на нем одето, вот эту шубу, догадались назвать сетом архидракона. А мана, значит, что, дракон, что ли? А, во. Хренатация архидракона, это, видимо, средний сет. Который мне уже нахрен не вперся. Который весит чуть-чуть легче, чем тяжелый, а дает намного меньше защиты. Я, честно, не понимаю, все-таки опять не понимаю среднюю политику средней брони в этой игре. Она же нихрена не по-среднему защищает. Она защищает, как легкая. Либо тут разница в цифрах не такая большая, как выглядит, я не знаю. Ну, мне кажется, что просто немножко не продумали. Или так и хотели, чтобы было. Фимиам, да, мощь. В общем, если сравнивать с другими RPG-играми, то с броней тут что-то неладное творится. Всю игру вся броня по статам очень близка друг к другу. Это что за кусочек сообщений. Вот. Ну, в смысле, вся тяжелая броня близка друг к другу. Где-то у какого-то комплекта перчатки дают больше защиты, там, при меньшем весе. Где-то наоборот, что-то приходится носить разные шматьё. И особенно печалит отсутствие бонусов за надевание полного комплекта шматья. Отсутствие вот этой моды, которую ввели ещё со времён Diablo 2 в игру. То есть носишь комплект, получи бонус. И это нормально. Но в этой игре комплекты лежат прям вот кучами. Вот они вот. Всю игру-то нихера не находят. Кого он бьёт? Вау. Нихера себе. А, да-да-да. Видели, да, какая морда? На Мелину похож. Вот. Всю игру идёшь, ничего не находишь. Потом раз, там в какой-то комнате лежат кости, бля. И в костях там хранятся доспехи этого Фраама. Вот тебе. Целый сет. И кто тебе за это, собственно, какие-то бонусы будет давать? Палец архидракона. Видите, как из этих статуй херча выбьешь, а из этих архидраконов так и валятся, так и сыпятся. Кстати, что за палец-то? Молоток какой-то на палке насаженный. Не палится. Вот она. 20, 16, 125. Хочу заметить, что враг машет ей куда быстрее, чем я. Он ей прям машет, как будто это короткий меч. А мой чувак ей владеет, как алебардой примерно. И что-то это вообще не круто. Это ж сколько там дури у этого. Ах ты, ёпт, твою мать. Сколько силы там в бицепсах у этого моба. Я так понимаю, везде, где что-то поблескивает, лежит этот водяной хер. А блестит тут прям всё и повсюду, но водяной хер до последнего не хочет нападать. Пока ему, сука, на яйца, наверное, не наступишь. Человеческая фигурка. А, нет, тут другой прикол. Они вроде нападают, когда эта сучка петь перестаёт. Ну, чё, 300 душ за удар, я считаю, что тут очень даже неплохо. Бывало и больше, конечно. Блядь. Ну, тут риски-то вообще минимальные, только меч ломается. Так, а что там... И тут важно ещё смотреть в глубину, чтобы не улететь вниз, потому что ни... хрена, сука, не видно. А если я зажгу факел? Вообще, другой базар начинается. Там, потому что где-то есть... Вот этот уровень, по-моему, самый мною не исследованный. Где-то есть какая-то вообще суперсекретная хер знает, что за тропинка по воде. А, нет, почему не исследование? Я аж тут находил с этого короля санова, ещё что-то. Какой-то из уровней я не исследовал, где бегемот, по-моему, ходит. Там опасно, блин. Огненная бабочка и мерцающий титанит. По-моему, вот эта игра переоценивает силу мерцающего титанита. Что его так редко дают. В основном из задницы преследователя он выпадает теперь. Просто кости дракона, мне кажется, я нахожу ровно с той же регулярностью, с какой-то мерцающий титанит. Опа-опа. Пришли, видите? Песня-то закончилась. Почему-то эта тварь перестала там выть. Ну, на ютубе, наверное, не будет слышно после рендера. Ну, кто играет, тут слышал. Не самое красивое пение, Мельфито. То есть, получается, когда открываешь дверь вот в эту избушку, это говно замолкает, и на тебя просто срывается в атаку всё вот это, то, что там в Одессе дело, как я понимаю. Когда мы поём, малыши танцуют. Кто танцует, чё танцует, что тут несёт. Мне кажется, в следующей части, следующей игрой от разработчика должна быть, знаете, такая психбольница десятиэтажная. Накидать там тоже вещей, типа, костюм санитара, там, одежда от главврача, там, там, место оружия, там, ножка от стула, там, кусок трубы. И вот там так же, с кувырками, с блоками, там, дерёшься, ходишь, и... А слова можно вот прямо отсюда все брать, вот эти вот. Типа, находишь очередного сумасшедшего, он тебе нас... Он тебе начинает нести. Вот примерно такие слова. Когда мы поём, малыши танцуют, малыши успокаивают тех, кто окутан тьмой. Тоже звучит-то, блядь, как бред сумасшедшего натуральный. Неужели, блядь, так трудно было прямым, сука, прямым текстом, самым вообще прямым, чтобы последний, блядь, последний я понял, что, что вообще, что происходит. А вон, это урна проклинающая. Алая вода, ёптись. Там впереди, смотрю, лежит много-много халявного лута. Так, я думаю, что вы здесь куда-то наступили и упали, нет? Нет, его кто-то убить умудрился. Слава, дальний бой. Оу, вау, 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 нифига. Да. Тут что-то прям опасно. Ну, как-то немедленно ходят, хочу сказать. А, и они успокаиваются. Он прошёл в мою сторону три шага и затих. Что, всё, дальше он уже не пойдёт. Ой, как он долго меч вынимает обратно свой. Один раз ударил, как бы, и залип сразу. Имьям, душа мёртвого. Чего? Да. А, из них мерцающие титаниты сыпятся, да. Лут, как из преследователя, а сами они просто вообще рядом с преследователем по силе не стояли. Тоже странное, конечно, сочетание. Лутые силы. Вот этот последний выпад у них, он просто, просто их бич на самом деле. Потому что они именно после него начинают умирать. И вот, вот кажется мне, что вот туда должен быть какой-то проход. Ну, мне кажется, что ни хрена там его нету. Мне столько всего кажется вообще. Вот она, ровная-ровная береговая линия над пропастью. А, персонаж перестаёт бегать, когда сильно в воду заходит. Это не я так атмосферно шагаю, это персонаж. Да, ни хера там нету. А, жаль. Могли бы что-нибудь секретное сделать. Всегда приятно найти какую-нибудь потайную хреньку. Между тем, меч тому уже измочалился как следует. Вау, сколько серебра... Сколько... Сколько тут золота летает. А это что такое ещё идёт? Подкрался, бля. Да, их тут много и все они пассивные, что мне нравится. Шедевральная охрана сундука. Я просто смотрю на щель, которая за этим ящиком там. Удивительно, что никто не написал на полу слово «теснина». Так... И что же у нас тут лежало, интересно? Обалдительно, опять... Опять склад. Сколько у меня... Мне просто вот интересно, сколько у меня уже этих мерцающих титан... Титанитов. А что это такое? А-а-а... Замороженный цветок. Ключ-клык. Пятнадцать мерцающих титанитов. Ага, ну да. Костей дракона в два раза меньше, конечно же. Этих откуда? Тридцатка наколупалась. Да, жить можно. Надо бы какую-нибудь пушку взять, которая точится мерцалками. Почему бы не меч преследователя, например, не знаю. Пришлось немножко в игру перезайти. А, здесь, значит, туман. Хотя я бы сказал, что это дым больше. Но почему-то играл, пишет, что это туман. Ну, там, по-моему, не босс. Там, по-моему, какой-то гигантский гриб был. Ой, блядь. Так, я вижу справа костер незаметненький. Поэтому медленно, тихо-тихо, на носочках. Надо туда дойти, пока вот та вот слева говно не начала обстрел самонаводящимися ракетами земля-земля. Нет, самонаводящимися ракетами земля-задница. Потому что именно в задницу они мне, блядь, влетают. Сука, вот, смотрите, смотрите, что делать. Эть. А я не вижу, куда тут идти. Мне похер, блядь. Ну, раз тут есть ступенька, значит, должен быть вход. Чихал я. А вот та, сучка. А это что тут? Вольф Кнайт. Альтруист. Отремонтируем-ка. Отремонтируем-ка, дрын. Эть-эть-эть-эть-эть-эть-эть. Вот здесь надо было мне... Ну, смотрите, сразу под ребро, под левое прилетела другая магия. Что-то, кстати, мало она мне урон нанесла. Ну-ка, давайте попробуем. Эть-эть-эть-эть-эть-эть. Пшш, на, блядь. Я-то думал, что я... Может, я резистовый стал внезапно, да? Хуистовый я стал. Из этих бобёнок, кстати, тоже что-то путёвое падало. Не помню чё. О, стоит. А чё он тут делает? Я смотрю, разработчик подумал, что в игре слишком мало поставил этих рыцарей. И решил налепить их да побольше. А, да повсюду, да побольше. Так. А если я вот там, сверху? Ладно, рыцарь-то я замочу, это вообще... Оу. Чуть мне ресницы не смахнул. Да ёп твою мать. Пошёл. Ой, блядь, а он живучий стал. Ёп твою мать, вся жизнь пролетела. Пошёл. Ой. Да, да, я просто мочильщик рыцарей, блядь, 80-й левел. Я знаю. Да какого ж ты хрена-то не сдох, нига? Да, блядь. Пошли в жопу эти рыцари. Я чё-то не понял. От того, что он стоит в этой локации, он внезапно стал, блядь, силённый дерзок, что ли? А, сейчас я смотрю не на кобылу справа, а на силуэт слева. Что там в темноте такое? На драконьего всадника похож. Кто-то жирный с копьём. Блядь. Господи, да ёбаный ты ваш обстрел. Кого ты в цель захватываешь? Ну, дейзер ты такой, ёп твою мать. Вот о чём я говорил. Храм оманной, боль в жопе. На, блядь. Вот. Вышеупомянутую жопу, блядь. Пошёл нахер отсюда. Ещё этот Таркатанин тут бегает. Сука, падла. Да, запрыгнешь ты туда. Нет, он туда не запрыгнет. А, так чё же я туплю-то, ёптель. У меня же есть. У меня же есть кольцо мага. Ё-моё. Всё. Я бессмертен. Хотя всем понимаю, что это херня полная. Тю, тю, блядь. Сука, так из этого лука её можно долго ковырять, наверное. Дня два. Потом возьмём измором. Или взять мой крошку-арбалет. И выдать ей пару залпов. Да, сучка, она всё попадает. Я удивлён, как она магию свою вокруг столба не закручивает. А нахрена у неё и так нормально проходит. Видите, блядь, бой с каждой этой мандой отнимает просто всё. Запасы стрел, запасы жизней. Всё терпение какое копилось. Блядь, хуй там, да? Ладно. Если я одену кольцо сокола, или как оно там называется? Где оно, кстати? Вот оно. Дальность полёта стрела. Арбалетных... Арбалётных болтов. Арбалетных болтов нет. Сука, говна кусок. Ну-ка. У меня была всего одна стрела, но я умудрился выстрелить трижды. Блядь. Они, видимо, щекочут её на излёте. Но дамагом это не считается. Хорошо. Блядь. Ненавижу. Ненавижу это место. Просто конченное вообще. Ходить, бродить. Да, это драконий всадник стоит. По-моему, правда, побольше как-то. Опять, опять кто-то выстрелил. Где, где, откуда? А это ж ещё надо под ноги смотреть, чтобы не провалиться куда-нибудь. А драконий всадник там стоит, знаете, для чего? Он стоит обозначить то, что там находится та самая секретная комната, в которую Вильстад перенёс вещь короля и душ короля. Раньше, да, да, раньше это было не видно и незаметно, что там что-то есть. Ну, корни и корни, хер его знает, тут везде корни и корни. Хотя в стене... Ну, можно догадаться, конечно, что там что-то может быть. Но там ты придёшь, а там закрыто, опять же. А вот отсюда, когда идёшь уже, смотрите, вообще не видно ни хрена эту дорожку. Вот она почему-то только вот... Вот сейчас только проявилась при определённом наклоне камеры. И это очень похитрожопым было сделано, кстати говоря. Если бы не Ютуб, я думаю, многие бы не нашли никогда в жизни просто, где спрятаны шмотки короля Вендрика. Так, ну я в первый раз-то, конечно, игру так пролетел. Тоже ни хера не нашёл. Да и не искал. Ну, блядь, такая. Ну, блядь, ещё одна, ёпт твою мать. Пулемётная скорострельность, конечно, у них. И мы видим, что? Мы видим, что в воде повсюду нарисовали очень много лута, я смотрю. Но до этого лута дорога и ану-то. Лут-то, может, и виден, а пойди, что его ещё забери. Я даже не про бегемота, который стоит на дороге. Я прав. Про то, что хер туда дойдёшь. Но бегемот... Тихо. Кто сказал мяу? Или мне показалось? Бегемота надо валить. По-любому он мне мешает. Я хочу там походить, побродить. Может, найду чё крутого. Мало ли чего я мог не видеть в этой игре ещё. Хотя больше, наверное, всё-таки видел, чем не видел. Так, тут дырки-то в полу хоть нет посреди комнаты. Ну, вон, нахер. Знаю юмор этих разработчиков. Гладкий шелковистый камешек. Охотница-одиночка Шмидт. Охотник. По-моему, раньше тут баба с копьём призывалась. А теперь чел с луком. И чел с луком, это, кстати, очень даже зашибись, потому что может помочь зачистить немножко здесь местности. Да, собственно, какого хрена? Я всё равно собираюсь издалека убивать их. Я же не пойду с ними рукопашную драться. А стрел у меня особенно хороший. У меня и лук говно, и стрел мало, поэтому давай. По-моему, первый раз за это прохождение я кого-то призываю, вроде как. Ну, это же не битва с боссом. Какая разница. Не хочу драться в рукопашную с этим, сука, бегемотом. Во-первых, он страшный, я его боюсь. Во-вторых, он меня... Ты откуда вылез, ты, друг родной, иди. Блядь. Чувак, тебе... Ой, блядь. Ну, это я вызвал, конечно, пацана на помощь. Это вообще... Ой, блядь. И чё ты... У тебя лук в руках, ты чё-нибудь делать будешь? А, вот, я его ударил, тогда он говорит, а, мы его будем убивать. Бегемот старается отсюда нас выковырять, я так понимаю. Блядь. Был сражён моей могучей силой. А этот, зная себе, по водяным стреляет. Тогда, слушай, вот там вот, видишь, стоит магичка, ты давай в неё тоже всади чё-нибудь. Может, она в тебя будет стрелять, а не в меня. В принципе, ей, смотрите, выстрелом из лука сбивается каст. Я трачу на неё стрелы, как с... Ой. Куда это она? Стрелы с кровотечением, конечно. Но стрелы с кровотечением, все мы знаем, говно. Они даже в ПВП нихера не помогают. Я ещё не видел, чтобы мне кто-то... Там проще в ПВП, если хочешь кровотечение повесить, взять кнут на два удара, стягануть им по сраке и снова взять оружие, чем вести обстрел этими кровоточащими стрелами. Тем более, хер ты ещё и попадёшь. Так, тут пропасть. Я надеюсь, фантом смотрит под ноги. Примет тогда сундук, снаряд, чего вы там понаписали? Опять кого-то заметил зоркий глаз Шмидт. Немец Шмидт, блядь, он заметил, а пиздить меня прибежали, что мне нравится вообще. За что? Чего? Так, магичка, магичка издалека. Спалила нас на дальних рубежах, но Шмидт нихера по ней огонь не открыл. А, их тут ещё и две. А без факела тут просто смерть. Да, видите, да, видите, вот эта дырка здесь такая. Я хотел зелёных, из-за секретных дорожек я получил секретных дорожек. Но как мне теперь дальше-то пройти? Шмидт, блядь, сука, ты тупая, делай ты чего, не будь-то хоть, блядь, бесполезный, ты кусок дерьма. Сука, засранец, блядь. Что он там? Что-то попытался сейчас выстрелить или мне что, или мне показалось? Хорошо, мне придётся потушить факел в своей жопе, блядь. И развязать очередную тупую перестрелку. Ой, а, а, их сталкивать же можно. Пошла в жопу. Да, Шмидт настоящий, конечно, членосос. Он больше, знаете, для компании здесь нужен, чтобы не скучно было. Так хоть шутки бы шёл, рассказывал тогда, мудофил. Ой, это я столько порошков починки где-то наковырял. Радует, что у меня 27 огненных бабочек томятся в этих, в бутылках. Ой, народу-то тут сдохло. Ой-ой-ой-ой-ой. с факелами шли, А, они с факелом догадались сделать кувырок за каким-то хреном, а кувырок гасит факел, по-моему, да, в воде. Вот это с копьём, смотрите какой. Нет, а нет, они, они сдохли именно от магии. Обломно. Прям, наверное, в шаге от этого лута умер рыцарь. И что, и что, и что, что здесь? А, дерьмо. О, осколок. О, вот он, смотрите, сундук Дэви Джонса. Бульк, нахуй. Только не мимик. Только не мимик. Да пошла ты, клинок света, ну, ёпта. Это вообще, нахуй, не серьёзно. Если бы я знал, что здесь, я бы сюда хер пошёл. Так, теперь, что надоело зажигать этот факел. Камеру вниз и смотрим и идём там, где темно, потому что где светло, там, значит, дырка. Странно, но тьма здесь светится наоборот. Какая задача выполнена, ты ничего не сделал, козёл. Так, 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 так. Если есть пятна крови, значит, кто-то тут прошёл. Сдох, но прошёл. Ни хера не вижу. Не, всё нормалёк вроде. В принципе, упасть тут довольно сложно. Просто будет упасть, когда с драконьим садником на узкой тропинке схлестнёшься. Там некуда прыгать. У него удары тебя в щит отталкивают, отбрасываются, он просто тебя спихнёт вниз. И привет. Я думаю, он там для того и стоит. Очередное испытание малыша Джона на узком-узком мосту. Малыша Джона имеется в виду из Робин Гуда. Все помнят, кто такой малыш Джон. Так, здесь очередная тропа, где можно походить. А чё это не сдох? Что-то новое. Щит с дремлющим драконом. Ни хрена с них сыпется просто аж по два предмета уже за раз выпадает. Да. Чё за щит с дремлющим драконом? А, вот он щит с дремлющим драконом. Да это вообще не щит. Хотя, от молнии, от молнии 90%. Ой, мне бы чё-нибудь от огня найти, чтобы по огню побегать. А вот, вот этот, с вот этой вот херовинкой, наверное, если её заточить хоть чуть-чуть. Или с вот этой, нет. О! Вот она. Щит бунтаря, и всё. Можно бегать по огню. А я два щита одену. Всё, блядь, точно решено. В следующей серии я пойду лутать это лавовое место, потому что я никогда ничего там не собирал. Мне интересно, что там лежит. Ну, все собирали, там лутая нет. Вот здесь тоже секретная дорожка, хочу сказать, идёт вот туда, к тем корням. Там ничего, я не вижу лута никакого, но мог это там стоят. А ещё я знаю, что здесь где-то тоже будет, сука, костёр недалеко. Потому что если я сейчас сдохну, это сколько же мне потом сюда назад идти надо будет снова сквозь этих магических и не магических персонажей. начинается унылое приманивание. Чё это у тебя за маршрут такой? А, ты решил с тыла? Нормально. Бежал долго, умирал быстро. Бывает. И там в том прикол, что я вижу там трёх магичек, сразу они стоят втроём там. То есть каждая выпустит по две магии и меня не станет сразу же. Если бы у меня было кольцо какое-нибудь ещё там, не знаю. Чуть-чуть-чуть и разошёлся, разошёлся. Видите, как быстро он им машет молотом? А я когда дамаг увидел, думаю, ну если я так же быстро буду им херачить, то пушка, ого-го! Но ничего подобного нет. Я им бью просто сосколько. Чё такое? А это он всё угомониться не может, смотрите. Душа не может вырваться из его грешного тела, потом его колбасит. ой, блин, так. Если я возьму щит, который действительно защищает меня от магии, вот это, да, щит бунтаря. Мне казалось, что вот этот щит с рукой защищал этого атака. И весят они все просто как камаз, блядь. А, нахрена мне с ними драться? Подождите, у меня же есть лук. Но это, блядь, конечно, будет крайне уныло. Ой, огненная стрела есть, можно и загорятся, и сдохнут. Ядовитые стрелы жалко тратить, конечно. Ими еще гигантов убивать. Ай. В принципе, урон он-то нанесла там, ё-моё. Здесь главное не звездануться нахер в эту пропасть, блядь. Нихрена не видно ничего. Да-да-да, ты все правильно поняла. Ай, блядь, ёпты, нахуй ты повернулся-то. По-моему, у них магия только в спину хорошо дамажит, больше никуда. Красивый череп, ну и нахера он мне. Как можно было промахнуться? Долго ли умеюще, да? Куда я все-таки все-таки вроде добрался. Ага, лут светится, но он светится, не отсюда за ним идти, по-моему, надо. Отлично. Что отлично, где костер? Здесь рассадник этих санных грибов, которые вообще нихера не могут сделать. Я не знаю, зачем они тут стоят, чтобы снаряжение изломать. Вот что-нибудь тут стоят. Еще царь гриб, царь гриб раньше был, вообще ползал. Ага, и он никуда не делся воно. А, вот она, фелиция, храбрая, с копьем, телка, да-да-да. Вот она может помочь этих грибов убить, чтобы не ломать снаряжение, потому что это замкнутый круг, ты убиваешь гриб, у тебя сломанное снаряжение, а ты идешь садиться к костру, после чего грибы снова возрождаются, ты снова их убиваешь, ломаешь снаряжение. А, как в анекдоте, не ебут, потому что прощей, прощей, потому что не ебут. Все-таки интересно. можно ли пройти за лутом? Можно, но у кого-то не получилось. Душа героя небесная. А, потому что когда ты собираешь лут, начинаешь сползать, потихоньку ты сползаешь, сползаешь, вот чувак, видимо, открыл инвентарь и сполз окончательно. Так, а еще я хотел туда пройти. Блядь, а факел погасил. Умник. Интересно, что все посмотреть надо. Когда я еще здесь окажусь? Да никогда. Сука, грибы наступают. на три часа факел у меня ни хрена сет. Самый долгий факел в мире. Он горит лучше, чем наш олимпийский, по-моему. тот и то 50 раз потух в дороге. Вообще, так забавно было смотреть на олимпийский огонь, который зажигают зажигалкой, блядь. Ой, блядь, донесли, ёптый. Наш огонь побывал в космосе. Да наш огонь даже, блядь, арку там в Кремле не мог пережить. Как он в космосе побывал? Палец архидракона. Да-да, ну всё, блядь, пошла в жопу. Я вижу, что там стоит бегемот. А значит, что сюда можно пройти. Сука, с бегемотом шутки, блядь, плохи вообще. Пошёл он нахуй. Ещё и какой здоровый. Может, это царь-бегемот, мне кажется. Ты отравился хоть? Эх, блядь, где дорога-то, ёптвою мать. Тут, по-моему, везде дорога так-то. Да, я ссу с ним драться, а чё? Он розан втащит и всё. А этот кому? Архидракону проиграл, что ли? Пулеталант. О, свет, видели, как тень на стене появилась? Тень от света лута, что ли? Давай, шатай его пока лежит. Я просто боюсь, что он меня схватит, опять откусит мне голову, а это ваншотная херня. Обычный плод. Не обычный плод, а плод из жопы бегемота. Это эмбрион, наверное, эмбрион бегемотика. Так, тут нормально всё ходится, никого нету. Я бы вообще сделал, что здесь, знаете, какой-нибудь водный дракон охуительный сидит, прикрытый ветками. Кольцо жизни плюс два, да. Охуительное вообще. Максимальное здоровье. Мне даже вот интересно, насколько оно увеличивает максимальное здоровье. 1641 с кольцом. Без кольца. 1450. На 200 жизней. На 200 жизней это полудара, в общем-то, как какого-нибудь крупного моба. Да. Так, а мантия плющей, это что у нас за? Вот это? Нет, вот это? Нет. Платье плющей. А, платье поющие, а не плющей. А, русалки, что ли? Платье отчуждённой музы практически не защищает от физических атак, зато обладает большой стручивость к магии. У них есть только песня, которую им дал великий мертвец. Они не осознают себя, они живут только для того, чтобы петь. Они будут петь, пока это возможно. Это, это так, это так торжественно клянутся наши звёзды экрана. Я, пока я живу, я буду петь. Я живу, чтобы выступать. Хуй, тельно, я в нём смотрюсь. Я в нём похож на золушку немножко. Даже, даже вот маской. И от магии она даёт защиту аж полтосик, что, кстати, серьёзно, на самом деле. Шутки, шутки. А так, тридцатка, блядь, хуй, хуй, тельная разница. Э, вообще, сука, эти, эти платья. Да, факел гаснет в воде. Да, вещь волшебная, стоило сюда за ней зайти. Ну, несмотря на то, что вещь, конечно, говно, но я её, конечно, не видел, так что, новинка. Презентабл, блядь. И, кстати, прохождение локации по времени-то очень удлинилось, потому что локация, сука, вот эта сложная, как, блядь, прям, не знаю, и магия, и уворачиваться надо, и всё очень, что-нибудь непросто, и долго, сука, страшно. Поэтому, я думаю, что дальше придется идти уже в следующей серии, так что, что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите, ну, как обычно. Адьё.